сегодняшняя история пойдет о миссис мопсис а почему ее так зовут и что с ней произошло вы узнаете посмотрев наш ролик мы подъехали сейчас к ветклинике зомит эксперт и идем встречать нового пациента никто ничего снимать в этот день и не планировал но 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 и еще раз но каждый раз мы ничего снимать не планируем раздается неожиданный звонок с просьбой приехать оказать помощь животному именно это и произошло сегодня мы сели в машину чтобы отвезти артема домой и тут раздался звонок в котором женщина сообщила что она подобрала собачульку и отвезла ее уже во вторую клинику где в первый не взялись за устранение проблемы а во второй назначили лицейник несовместимый с ее семейным бюджетом мы переглянулись и поехали по адресу где нас ожидал эта добрая женщина ее находка всю дорогу мы обсуждали этот случай понятное дело что скорее всего миссис мопсис просто потерялась и еще ко всему этому обострилась возможно старое заболевание или ее нахождение на улице спровоцировала то состояние в котором ее нашли так или иначе конечно же не уходил вопросы о том что сумма за лечение тоже немаленькая но вправе ли мы судить и правильно ли что врачи должны это делать за бесплатно этот вопрос не особо как-то поднимался выше порога машины однако что-то внутри по поводу этой ситуации душа покоя не давал что-то как-то не по-пацански мы все из того времени когда люди были более проникновенными чужой беде и боли а тем более беззащитной маленькой девочки неизвестно каким образом оказавшись с серьезной раной если можно так сказать вне дома в грязи и сырости непривыкший к жизни на улице больно больно конечно больно все больно прочесать тебя надо на пороге ветлечебница нас ожидала девушка рядом с которой уже как со своей хозяйкой по хрюкве на коротеньких лапках курсировала миссис мопсис частном секторе живем на лавочке вышла утром встретил эту собачку издалека увидела что там выпадение органа подозвала к себе накормили решили отвезти ее в клинику сначала на лавочке на в клинику там и не смогли помочь сказали что нужна полостная операция выпадения матки у собаки и рекомендовали эту клинику я понял а почему ну не срослось почему операции в этой стоимость операции примерно 10000 для семейного бюджета до свободных денег таких нет конечно слушая рассказ вероники я молча гордился тем что мы создали первую в россии бесплатную медсанчасть и что наша деятельность как нельзя пришлось кстати в наше нелегкое время а как вообще узнали о том что существует с бесплатная медсанчасть группе вконтакте уже давно я понял ну тогда что будем забирать ее если есть там покрывала какой-то сейчас а что такое первая в россии бесплатная медсанчасть это все мы с вами честное слово не будь вас дорогие друзья не было бы и нас и санчасти потому что только благодаря помощи со всего мира уже третий год держим рубежи и не только их не сдаем но и хоть мизерными шишками но идем только вперед и при этом еще и развиваемся очень надеемся что это перерастет в серьезную службу города которая будет нести свою миссию для братьев наших меньших забота о которых лежит на плечах людей видно что линя и такая хорошая потерялась или что с тобой случилось что случилось умница хорошая девочка молодец сейчас поедем лечиться до поели выходи из лужи иди сюда иди ко мне сейчас поедем поедем будет хорошо тебя поедем умничка хорошая девочка молодец щу щас боюсь девушка сообщила нам что нашла нас на просторах интернета в вк а это еще раз говорит о том что чем больше нашей деятельности станет известно тем большему количеству нуждающихся в нашей с вами помощи, мы сможем своевременно оказать. Все, забираем ее тогда, и дальше будем на связи. После того, как ситуация немного прояснилась, мы уже неслись в добрые руки врача Андрея Валентиновича. И вот мы уже на пороге передоперационной. Однако на сегодняшний день операция отменена, так как у миссис Мопсис, скорее всего, как это говорят, возможно, критические дни, что и спровоцировало данную ситуацию. Возможно. На сегодняшний день пока, по словам врача, видно, что это, возможно, связано также и с неврологией. Задние лапки миссис Мопсис ставят не совсем правильно при ходьбе, а в таких случаях это может спровоцировать подобный исход болезни, то есть выпадение влагалища. Лапки забывают, не логически, что ли, какие-то проблемы есть, да? Может быть, кстати, из-за этого выпало, нарушено нарваться на задних лапах, то есть подгибание идет, то есть и логически, и как следствие, нарваться полноценно и выпала матка. Такое может быть такое. Ну, подшивать надо будет. Ну, тут у нас, понимаешь, это... Надо смотреть, матка-то ли влагалища, то еще может быть поднимал влагалища на матке. То есть если это матка, то если ее не надо вправить, то это не бывает начинает. Во время течки она просто отекает очень сильно и выпадает. Ну, так что пока повременить? Можно подождать. Да, матка-то обычно идет 3 недели, в течение 2-3 недель максимум, если она не заправится, то тогда оперирует. Потому что когда она заправится, ее будет прооперировать легче, осложнений будет меньше, когда она не выпавшая. Вот. Давай понаблюдаем, что она может сама вправиться. То есть посмотреть, да, какие-то недели. Ну, неделю, давай неделю посмотрим. Ситуация стала ясна еще больше, и получив рекомендации врача по подготовке миссис Мопсис, к операции мы отправились в витсанчасть, чтобы распределить миссис Мопсис в послеоперационный бокс. Поздоравливай. Через неделю приеду. На улице полным ходом оказывается весна. Я сегодня, когда в город выехал, тут же заметил это. Очень приятно сегодня погрелся на солнышке. Приют находится в Смоленской области, 17 километров от города. У нас в деревне еще полным ходом зима. Весной еще не очень попахивает. Снег лежит кругом по колено. Так вот, эта вот весна просто нахально пролазила в машину через стекла окон. И от ее визита миссис Мопсис здорово нагрелась. Думаю, что от очень учащенного дыхания. Сложила свой язычок лопаткой и всю дорогу хрюкала своей коротенькой приплюснутой мордашкой. Первая в России бесплатная авиацанчасть находится в Смоленске. В Смоленской области. В деревне Хохло. Поэтому путь у нас не близкий. А солнышко немножко через окно попадает, подсвечивает. И миссис Мопсис жирковато, поэтому она так дышит. Да, миссис Мопсис? Мы прибыли в приют Верность, на территории которой первая в России бесплатная авиацанчасть. По приезду в приют миссис Мопсис разместили в 12-й бокс и поставили миску с водой. Здесь она будет готовиться к операции, которые проведут в ближайшие дни. Спустя 2 часа после поступившего звонка собака попала. Послеоперационный бокс 1-й в России бесплатная авиацанчасть. На базе приюта Верность. Так что вот так вот. Не используя от наших действий, не используя от вашей помощи. Потому что без вашей помощи наша авиацанчасть не может существовать. Всеобщими усилиями, с мира по них, как говорится, и так далее. Таким образом эти бездомные животные получают свою помощь. Может быть она и домная, и не бездомная. Может быть она и хозяйская, но потерялась. Но ситуация от этого не меняется. Почему? Потому что ей нужна помощь. А это самая главная проблема в этой ситуации. Да, да, да. Ну, она мне прислала номер, сказала с вами связаться. Ну, уточнить. Можно задирать собаку, нельзя. А, все, я понял. Давайте я ваш номер запишу, потому что сегодня операцию не стали делать, отложили. Потому что ее сперва в порядок надо привести послеоперационной. Пока она сейчас будет... Ну, меня зовут Леонид. Я так участвую в группе этот, по-керярски. Ну, давайте я вас буду держать в курсе тогда, как только ее можно будет забрать. Ну, как вот прооперирует ее, как удачно операция придет, все нормально будет. Я вам наберу, сможете приехать, пообщаться с ней. Там, если понравится, то и заберете. Да, все, я вас понял. Приеду на машине. Держите меня, пожалуйста, в курсе. Никто не согласился брать, а я хочу забрать не на там временную передержку, а на постоянную, скажи. Я понял, я понял. Хорошо, спасибо. Ну, буду держать вас в курсе, сейчас телефон запишу тогда. Вот так вот. Миссис Мопсис, еще не выздоровев, уже нашла свой дом. Волк тебе сейчас запачкает. Или съест. В общем, ребята, чем больше вас подписывается на наш канал, чем больше людей в группе, тем больше мы можем оказывать помощь бездомным животным, и не только бездомным, попавшим в трудные ситуации, и также находить их в дом. Вы видите, как быстро все случилось. Чем больше нас будет, тем больше мы сможем помочь. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok